Вчера в Улан-Удэ выпали осадки в пять раз больше суточной нормы. На некоторых местах дорог ливневки не справлялись с большими потоками воды, поэтому в дело пошла спецтехника. Чтобы Улан-Удэ не путали с Венецией, комбинат по благоустройству за день откачал пять с половиной тысяч кубов воды. Но ночью в городе снова прошел сильный ливень. Цыгане атакуют. Уже вторую неделю по бурятским вайбергруппам и в соцсетях распространяют информацию о нашествии цыганского табора. По слухам, незваные гости уже побывали в Улан-Удэ и Заиграевском районе. Разными историями на этот счет поделились подписчики паблика «Аноним 03». Это правда. На той неделе мужик цыганской наружности, со слов бабушки, пытался в наглую зайти к ней во двор. Печальный опыт уже был. Впарили ей какую-то ерунду и выудили все наличные деньги, приличную сумму. А рассказала нам только спустя несколько месяцев. На всякий предупредите своих стариков, чтоб двери не открывали. Да они вонахоеша стоят два дома уже вынесли. Будьте аккуратней. Не только по частному сектору, по квартирам тоже ходят. После всех этих сообщений жители республики поделились на два лагеря. Одни считают это байками, другие стали закрывать двери на засовы. Здравствуйте. Здравствуйте. В Улан-Удэ вновь начали ловить людей без масок. Вчера мобильные группы проверили соблюдение антиковидных мер в торговом центре и в общественном транспорте. Пока что нарушители отделались с предупреждениями. Но не стоит забывать, что можно получить и штраф от 500 до 1500 рублей. Ну ладно. Тут надо еще что-то. В центре Улан-Удэ появился памятник медикам, которые погибли от COVID-19. Мемориал установили возле городской поликлиники. А накануне наводили последние штрихи. На памятники выгравировали надпись «Подвигу врачей» и «Клятву Гиппократа». Вчера Улан-Удэ проверила работоспособность нового блендера на руке. Женщина хотела вставить в прибор нужную насадку, но кто-то из домочадцев уже подключил аппарат к питанию. В итоге рана глубиной 7 мм и порванная связка. В травмпункте оперативно зашили порез, но теперь женщине на 10 дней придется побыть левшой. По центру Улан-Удэ проскакала огромная крыса-каннибал. Судя по всему, в пасти у нее был сородич меньшего размера. Добыча этой ледитеныша остается только догадываться.